Малый театр В середине 70-х годов посреди сибирской тайги и болот возник новый город. Ребят, не шумите и так, как и возник новый город Коголым. И большую роль в освоении этого края сыграла постройка железной дороги. Счастливо! Счастливо! Ехали тогда с четкой целью заработать определенную сумму денег и вернуться в свою родную Башкирию. Однако север, как и многих других, затянул своей красотой. Здесь родился наш сын, здесь мы нашли себя. И вот уже 15 лет живем в этом замечательном, прекрасном городе. Знакомьтесь, Гульнор Минигулова, заместитель директора музейно-выставочного центра города Коголым. Необычный дизайн экспозиционного пространства разрабатывала авторская группа художников Московской Строгановки. Получился своего рода интерактивный театр, где каждый посетитель становится персонажем исторической постановки, лично проживая все 35 лет стремительного становления города. От брезентовых палаток первопроходцев до артефактов современного урбанизма. Хотя об истории этого молодого города рассказывает каждая его улица. Изначально вообще город планировался как бахтовый город. Строили в первую очередь самые необходимые школы, детские сады, домотворчество, школы искусств и так далее. На тот момент океанариум, аквапарки и прочее, прочее. Да, все это и сегодня кажется удивительным. Для города, население которого всего 65 тысяч человек. Четкая социальная инфраструктура, большое количество культурных объектов. Вот, например, работа, автор которой знаменитый Зураб Цаветели. Скульптурная композиция летописей России. Человек всю свою жизнь движется к вершине знаний, к воплощению вот этой идеи. Книги сложены друг на друга. Узнаете, кто это? Сергей Собянин, первый мэр Коголыма. А что сегодня? Состоялся обмен. Коголым отдал в Москву Сергея Собянина, а Москва открыла в Коголыме Малый театр. Кстати, историческая реконструкция Малого театра в Москве, которую проводила компания «Имлайт», проходила при личном участии московского мэра. Могу вам сказать, что компания «Имлайт» вот мне доставила только одни удовольствия. Работали очень хорошо, они знают, что они хотят. Это лучший вариант того, что будет нормальное оборудование в театре. Мы их пригласили и ни разу не пожалели. Поэтому, собственно говоря, когда вопрос встал о Коголыме, я тоже хотела, чтобы Коголым занимались они. Три тысячи километров отделяют сцену в Коголыме от сцены Малого театра в Москве. Но это огромное расстояние не должно стать препятствием для полноценной реализации масштабных проектов Малого театра на сцене своего сибирского филиала. Такой была главная задача, которая стояла перед специалистами компании «Имлайт». Малый театр обладает большим сценическим пространством. Для решения творческих задач, для постановки новых спектаклей необходим большой парк различного оборудования и спецэффектов. Зрителю, конечно, неизвестно, какое количество оборудования находится здесь для решения этих задач. Это очень сложный проект. И как опыт показывает, все это можно погубить на корню. Почему? Потому что, да, действительно, там хорошая площадка с хорошим оборудованием. Но если эта площадка не будет наполнена, никому это оборудование не будет нужно. Итак, торжественное открытие филиала академического Малого театра состоялось. И теперь здесь, в Сибири, идут те же легендарные спектакли, что и в Москве. Знаменитые артисты Малого впервые знакомятся с молодым и многообещающим городом. Тяжело на свете-то жить. Уж как тяжело! Нелегко, старый, нелегко! Особенно кому? С большими деньгами! Ты видишь живые глаза, ты на них смотришь. Я вчера играю, девочка сидит такая грустная. Я ей улыбнулся, она тут же улыбнулась в ответ. Мы видим, как дети впитывают. В этом прекрасная миссия театра, гуманитарная поддержка, помощь. Кстати, очень популярный был вопрос от зрителей здесь, в Когалыме. Вот там у вас вот так, а сюда вы что привезете? Что это будет? Какой-то сокращенный вариант урезанный? Может быть, другие артисты? Может быть, у вас другие составы? Нет, мы повторяем абсолютно идентичные спектакли, те же, что идут на основной сцене. Именно техническое оснащение позволяет сделать это все настолько же высококачественно, как и на основной сцене. У нас здесь аппаратура, которая не у всех театров в Москве есть, и, я бы сказал, в России. Мы сюда приводим всю декорацию, и огромное количество цехов, и костюмеров, и гримеров, и художники сюда участвовали. Александр Кириллович Гвазунов приехал, художник в спектакле, который вот сегодня идёт. У нас огромный, обширный репертуар в Малом театре. Мы стараемся действительно сюда привозить всё, то, что у нас есть. С настоящим. С настоящим. Необходимо было составить световой парк таким образом, чтобы перенос спектаклей по приезду сюда был максимально простым и занимал максимально короткое время. Световой комплекс необходимо было собрать таким образом, чтобы он соответствовал тому комплексу, который есть в Москве у нас. Технологический комплекс Малого театра в Коголыме – результат совместной работы двух компаний – «Имлайт» и «ЭСТ Stage Technology». Субтитры создавал DimaTorzok Здесь все настолько удобно сделано И для этого именно спектакли и ходы через зал И вот эти боковые работающие ходы за кулисами Но все же продумывалось по стандартам наших тех сцен Московских Изначально это делалось как филиал малого театра Зал похож, новая аппаратура, новые технические возможности Все новое Больше всего нравится то, что все это ты сам создаешь с нуля И потом это воспроизводишь на сцене Вот это, конечно, кайф С этим, естественно, приятно работать Приятно работать на оборудовании, которое не уступает тому На котором ты работаешь на своей сцене, у себя дома Можно делать все то же самое, что ты делаешь на сцене в Москве Малый театр всегда пытался как-то уйти в массы, в Россию Мы много гастролируем Приехали, собрали, уехали, оставили впечатление А вот сегодня мы находимся в Коговыме Конечно, очень впечатляет само здание Театр, он красивый, даже родной Никогда Это не просто гастроли, когда ты приезжаешь в чужой театр А ты приезжаешь сюда в свой дом также, в свою гримёрку Меня поразил театр, потому что он просто шикарный Он просто шикарный Здание сделано для того, чтобы здесь было тепло Чтобы здесь было удобно Чтобы здесь происходили вот такие спектакли Это здорово Теперь деньги-то умнее стали Все в деловом людям идут А раньше деньги глупые были Вот именно такие вам деньги Какие? Торопешки Не правда ли? Вопрос этот и сегодня остается злободневным Но со времён Островского кое-что всё-таки изменилось Примером тому, как голым, где деньги, вложенные с умом, будут работать и на будущее поколение Всегда в движении Это лозунг компании «Лукойл» И его полностью можно отнести и к Кагалыму Который, между прочим, считается негласной столицей Лукойла Само название компании «Лукойл» составили первые буквы трёх нефтяных городов Лангепас, Урай и Кагалым «Лукойл» Силами бизнеса или государственной воли Новые театральные сцены и даже целые театральные кластеры Сегодня проектируются по всей стране От Москвы до Кагалыма От Калининграда до Кемерово Ближайшие пять лет войдут в историю российской культуры Как годы большого театрального строительства И наша компания «Имлайф» гордится своей причастностью к этому Играет музыка «Имлайф» 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 Продолжение следует...